Амиран Георгиевич Амиран Георгиевич Министерством сельского хозяйства проводится определенная работа, учитывая ту ситуацию, которую мы сейчас не только в Республике Абхазии, но во всем мире с коронавирусом. Мы наблюдаем тенденции, что люди возвращаются к своим рычагам в село и обращаются к нам. Хочу просто проинформировать, какая ситуация по линии Минсельхоза, сколько вспахано земли на сегодняшний день, то есть, конкретнее говорить, по состоянию на 22 мая 2020 года. У нас в Республике Абхазия 7 машино-тракторных станций. МТС являются республиканскими монетарными предприятиями, но они находятся на хозрасчете, на самофинансировании. Если брать 2019 год, практически Министерство сельского хозяйства не профинансировало, и поэтому нами, руководством Министерства сельского хозяйства, было принято решение, чтобы предприятие вывести на прибыль. Если аналогичный период 2019 года, МТС вообще в целом по республике, по состоянию на 22 мая 2020 года было вспахано 2775 гектаров, а за 2020 год 5371 гектар. Это неплохой показатель. По нашим прогнозам, прогнозам специалистов отдела механизации Министерства сельского хозяйства, силами МТС на сегодняшний день вспахано 1521 гектар. Там идут разные позиции. Пахота, барановка, посев, культивация и так далее. Если все в совокупности брать, взять и посчитать, получается, что по состоянию на 21 число мая текущего месяца 2257 гектаров обработано силами МТС. Министерство сельского хозяйства на 2020 год установило временные тарифы на проведение сельхозработы МТС. Из расчета деньга, вспашка одного гектара, баранование и посев, если брать из расчета деньга, у нас получается три позиции. Вспашка, дисковый баран, посев, получается 5855 рублей. Скажите, пожалуйста, эти расценки, они реальные? Когда возникла такая ситуация с пандемией коронавируса, мы провели совещание в Министерстве сельского хозяйства с участием директоров МТС, начальников сельхозуправления администрации районов. Нами было принято решение оказать содействие в решении тех вопросов именно по похоте, учитывая ту ситуацию. И эти цены практически, проекты всех районов были представлены нам, всех МТСов, и мы вывели среднюю минимальную стоимость. По таким расценкам предприятия на прибыль не выйдут. Это самое минимальное. Почему? Потому что техника портится. Как я сказал, условно я говорю, стоит дизтоплива 25 рублей, условно я говорю, в Галовском районе стоит 30 рублей. Вот такая разница. Поэтому мы взяли из расчета 44 рубля на дизтоплива, но при этом сейчас цены снизились в Абхазии. И получается 5 855 рублей. Скажите, топливо обеспечивает государство или сами люди? Нет, сами люди. Если мы 5 845 рублей, 55 рублей разделим на 2, у нас получается 2922 рубля. Что туда входит? Это дизтоплива, горючие смазочные материалы, заработная плата механизатора, налоговые платежи, отчисления, все отчисления во внебюджетные фонды, все это входит туда. Практически предприятие не получает прибыль. Просто это вынужденная мера. Мы понимаем, директора понимают, что у нас действительно мы должны, обязаны вернуться к земле и там, значит, обрабатывать. Кроме того, я еще хочу сообщить. Другие временные тарифы, которые, когда используются как зубчатый борон, у нас дешевле почти. Вот получается из расчета от деньга 5249 рублей. Если мы в среднем делим на 2, на 0,5 га, получается 2624 рубля. И поэтому, пользуясь случаем, я хочу бы обратиться к нашему населению. Это небольшие деньги. Понимаю я, что у нас сейчас ситуация очень сложная. Мы слышим информацию о том, что МТС и нам не помогают и так далее. Мы в тесном контакте работаем с главами администрации района. Вот я взял для себя и для вас тоже некоторые цифры. На сегодняшний день, то есть по состоянию на 21 мая, силами МТС, средствами МТС, сегодня оказано содействие. По похоте 131 человек получили безвозмездно по районам 131. Это более 60 гектаров и минсельхозу, то есть рупам МТС, более 200 тысяч рублей потрачены деньги для того, чтобы оказываться здесь. При этом мы максимально стараемся, такая задача поставлена перед директорами МТС, мы провели совещание с участием механизаторов. Есть такое понятие абхазское, айхатсглара, айцхрара, то есть помощь, взаимопомощь. Учитывая ту ситуацию, о чем мы говорим вместе с вами сегодня, практически мы никому не отказываем. И механизаторы тоже понимают. Но при этом надо учитывать, что работа механизатор, это очень тяжелая работа. А кадров хватает вам? Техники, я как понимаю, хватает. А кадров? Большая проблема с механизаторами в Гагарском районе, везде, практически в МТС, большая проблема с механизаторами, с современными механизаторами. И вы помните, наверняка знаете о том, что вот вы в средствах массовой информации дали такую широкое огласки, показывали все, печатали в средствах массовой информации. Более чем на 200 миллионов рублей от Российской Федерации мы получили технику. Эта техника, она современная, там соответствующие новые технологии и так далее. Но вся беда в том, что профессия механизатор и технические работники у нас в стране, вообще в обществе не имеют авторитета. Этот имидж надо поднимать. Понимаете? Сейчас мы, я дал поручение начальнику отдела агрономии, Министерства сельского хозяйства и начальнику отдела механизации. Мы особо отличившимся людям, механизаторам, будем давать благодарственные письма. У нас есть намерение о том, чтобы лучшие механизаторы, которые нуждаются в поправке здоровья и так далее, будем отправлять по путевкам на наши здравницы в Республике Абхазии. По данным управления статистики Республики Абхазии, более 120 тысяч человек проживают в сельской местности. Это огромный пласт работы. Им надо постоянно помогать, оказывать содействие. Люди обращаются за советом. Вы понимаете, новые инвазийные заболевания, растения, значит, по защите растений. Мы завозим, вот российские коллеги, Министерство сельского хозяйства, великолепные взаимоотношения. Они нам оказывают содействие. Гуманитарные грузы нам дают по борьбе с коричневым раморным клопом. В прошлом году, когда мы проводили, Министерство сельского хозяйства выделило 15 миллионов рублей. Мы завезли сюда, по нашей просьбе, Министерство сельского хозяйства по Краснодарскому краю нам выделило специальное общество, ограниченное, с ограниченной ответственностью, коммерческое предприятие Альпикаго, где мы проводили пилотный проект по защите орехов фундука. От клопа? В том числе? От клопа и от гривенковых заболеваний. Задача в 2017 году, в 2018 году практически урожай орехов фундука составил практически 0%. И в прошлом году мы показали людям, проводили пилотные проекты, полевые работы мы проводили, где в условиях республики Абхазия, на базе МТС мы проводили семинары. Показали людям, и задача была поставлена такая, показать людям, как можно спасти орехов фундук. Практически такая тенденция существовала. Мы видели то, что люди стали вырубать свои ореховые плантации. И в прошлом году в среднем по республике Абхазия сбор урожая составил 85-87%. У нас на территории республики Абхазия около 15 тысяч гектаров орехов фундука. И 10 тысяч семей практически годовой бюджет составляет от орехов фундука, от урожая орехов фундука. Это как валюта, мы в любое время можем на нее продать. Средняя цена в прошлом году составила, средняя цена 100 рублей, рынок определяет цену. Давайте все-таки передадим слово нашим коллегам. Пожалуйста, вопрос. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Продолжение следует... 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 около 7 миллионов рублей на механический сбор мраморного клопа. И можно тут еще один уточняющий вопрос? Скажите, пожалуйста, сейчас препараты вообще доступны? Это люди интересуются, где их можно взять и когда? Я постараюсь ответить. У нас постоянно действующая комиссия, куда выходят два специалиста центрального аппарата МВД Республики Абхазия, наши сотрудники, сотрудники сельхозуправления районов, и за один килограмм собранного мраморного клопа государство выплачивало 1 тысячу рублей. Нами собраны и утилизированы населением 5404 килограмма. Этот документальный фильм был показан в центральном аппарате Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Вырезали огромную благодарность за нашу работу, потому что есть озабоченность российской стороны от дальнейшего распространения мраморного клопа на территории Российской Федерации. Кроме того, 27 апреля 2020 года. Вот эту историю я хочу подробнее рассказать. Попытайтесь покороче, потому что вопросов действительно много. И поэтому по заключению международных организаций, которые аккредитованы и работают на территории Республики Абхазия, и тех наших коллег, которые находились здесь, работали и в 2018 году, и в 2017, дают заключение о сокращении особей мраморного клопа на 54% по сравнению с 2017-2018 годом. В 2019 году. И механический сбор является самым эффективным способом, и безопасным способом. То, что касается химических препаратов, мы на территории Республики Абхазия, как я вам говорил, в прошлом году мы получили 4 800 и так далее. Мы завезли через каналы представителя президента Республики Абхазия с международными организациями, с урабом Лакирбая, около 10 тысяч литров бифетрина, химии, бифетрина содержащей и так далее. Это очень рискованное дело, потому что мы раздаем фермерам, раздаем крестьянам. Они не могут правильно использовать или что вы имеете? Должны быть специализированные рабочие группы, которые должны быть обучены. То есть вы планируете их создать? Мы это должны, мы обязаны это сделать. При этом, учитывая, что бюджет Министерства сельского хозяйства в 2020 году очень скудный, составляет всего лишь 15 миллионов рублей, но я хочу вернуться к главному вопросу. На мой взгляд, 28 апреля 2020 году было подписано решение сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазии. Вот этот документ находится у меня. С абхазской стороны подписал премьер-министр Республики Абхазия Анкваб за абхазскую сторону и со стороны Российской Федерации подписал заместитель-председатель правительства Российской Федерации Хуснолин в содержании этого решения. Масштабные проекты? Масштабный проект в размере 117 миллионов 780 тысяч рублей на борьбу с вредителями, сельскохозяйственными вредителями на территории Республики Абхазии. И сейчас мы готовим проекты контрактов и эти деньги поступят на расчетный счет бюджета Минфина Республики Абхазии. Мы приступаем к нашей работе. То есть это будет быстро реализовано? 117 миллионов рублей мы распределили в два этапа. Первое полугодие, в той работе, которую мы будем делать, и второе полугодие 2020 года. И здесь 8 миллионов рублей мы предусмотрели на механический сбор. Но в связи с тем, что деньги не поступили в весенний сбор мраморного клопа, мы опоздали. Значит, вот эти 8 миллионов мы будем расходовать осенью, когда клоп будет в состоянии диапазона. Скажите, этот год выдался не урожайным, как я понимаю, сейчас мало фруктов даже в продаже. Это из-за чего? Из-за того, что вредитель так постарался? Или может быть граница закрыта? Мраморный клоп вообще является основным распространением грибовых заболеваний. К большому, к великому сожалению, это заключение специалистов. И поэтому нам надо бороться. Но люди, самое главное, что хотелось бы отметить, что люди уже понимают именно клоп, какой вред наносит сельскому хозяйству. Ну, вы говорите там фрукты, овощи и так далее, мало на рынке и так далее. Это все наверняка связано с границей. Вот у нас закрыта эта граница, и поэтому в этом году... То есть импорт не зашел? Вы это имеете в виду? Ну, это тоже там, это тоже долгая очень тема. Почему? Потому что, на мой взгляд, мы считаем, вот на примере бахчевых культур. На примере, скажем, да. В прошлом году какая проблема была? Где-то к 20-му, к 10-му июля, в конце июня созревают местные арбузы. Будем выходить на правительство, но это надо согласовать, чтобы временные пошины надо устанавливать на границе, на ввозимый товар. Наши крестьяне не могут арбузы продать, а мы дешевые арбузы, значит, завозим из Российской Федерации. Хотя есть подписанное соглашение, мы не можем ограничивать движение товаров, экспорта, импорта между Республикой Абхазии, но и Российской Федерацией. При этом, Министерство сельского хозяйства не выполномочено эти вопросы решать, но мы с разработанной программой, проектом, как бы выйдем на правительство и будем обсуждать. Вопросы, коллеги? Пожалуйста. Виталий Шаря, Эхо Абхазии. Вот если отталкиваться от предполагаемых 7 тысяч гектаров, которые будут спаханы в этом году, то как они распределяются хотя бы примерно по районам республики, от Гагрского до Гагрского? И второй вопрос такой. Какую примерно, можно сказать, часть они составляют, вот эти 7 тысяч, от той земли, которая пригодна для земледелия, для вспахивания? То есть, каков потенциал у нас в Абхазии? Спасибо большое. Хочу сказать и ответить на ваш вопрос. Если распределить по районам, по Гагрскому району, по состоянию на 21 мая спахано 181 гектар, в Кударуцком районе 810 гектаров, но это по нарастающей идет каждый день, в Сухумском районе 70 гектаров, в Гурлибском районе 450 гектаров, в Ачимчирском районе 1350 гектаров, в Марчаловском районе 510 гектаров, в Гагрском районе 2 тысячи гектаров. В 2019 году, вот если мы берем, в 2019 год по Гагрскому району было вспахано за аналогичный период 125 гектаров, а теперь мы получаем 181 гектар. Увеличение. Увеличение. Если по Гагрскому району в прошлом году показатели 220 гектар, сейчас у нас показатели 810 гектар. Если в прошлом году в Ачимчирском районе за аналогичный период было 730 гектаров, 1350 гектар сегодня. И так далее. Везде практически увеличение. Увеличение. Но не только там под кукурузу. Люди высеивают и томаты, огурцы, овощи, арбузы и так далее. Когда вот такая индиция идет, это большая радость. С одной стороны. И для этого мы должны сейчас, в центральном направлении, практически со следующей недели никто не будет сидеть. Все будут в разъездах. Мы будем помогать. Люди к нам обращаются за информацией, помощью, различные виды помощи и так далее. Вот, например, даже при распределении препаратов, скажем, да. фунгицидовый. Вот человек говорит там о том, что он имеет, скажем, 5 гектаров там орехов, фундука. Мы ему говорим правоустанавливающий документ для того, чтобы этого человека, как крестьянина, как фермера, его внести в базу данных. У него нет правоустанавливающих документов. Это что такое? Это акт выбора земли, там соответствующие документы, которые выдают органы местного государственного управления. Проблема, почему? Когда мы обращаемся, как бы, и работаем с международными организациями. Кстати, они очень большую помощь оказывают нашим крестьянам. Вот, если они, скажем, 3-4 года тому назад работали только в Галскороме, они сейчас охватывают и другие регионы. Очень интересно работать с ними, на наш взгляд. Они официальные представители, аккредитованные в Министерстве иностранных дел. В соцсетях я встретил такое довольно извительное рассуждение, что вот та вспаханная земля, это такой незначительный процент от той потенциальной пашни, которая у нас есть. Вот можно ли ориентировочно действительно сказать, насколько это верно и какую часть это составляет? Я хочу сказать, основная похода закончится где-то с 20 по 30 июня. Ну, там тоже дальше пойдут, незначительные смажки, вот и так далее. Вообще, самое максимальное, вот, мы поднимали статистику и довоенных и так далее, более 14 тысяч гектаров вообще земли, которые, вот, послевоенный период, самое максимальное, вот год, я извиняюсь, вот не запомнил, около 6 тысяч гектаров было смахано сразу, где-то первые годы послевоенной 92-93-х годов. Люди возвращаются в свои очаги, это хорошая тенденция, очень хорошая тенденция. И поэтому мы, я просто больше, чем убежден, что люди будут возвращаться, и поэтому сейчас вот граница закрыта. Граница, если закроется, вот, мы общаемся, видим и так далее, у нас будет большой наплыв туристов из Российской Федерации и других государств и так далее. Так мы думаем, понимаем, поэтому этих людей тоже надо накормить. Еще один вопрос, пожалуйста, небольшой комментарий по поводу инспекции, в которой вы недавно участвовали, по объектам, которые были возведены за счет средств инвест-программы. Вот ваше мнение, коротко, буквально, две минуты, и мы закончим. И с участием первого вице-премьера Республики Абхазия Беслана Сиди Бовича Джопа недавно мы с инспекцией выехали, посмотрели два объекта. Это Абхаз-продэкспорт, который расположен в Гулиевском районе, поселке Агудзера, и перерабатывающий завод по меду в селе Кондых. Мы провели визуальный осмотр. Вообще, Абхаз-продэкспорт, по той информации, которой мы обладаем, он призван, основная его деятельность, закупать в населении сельхозпродукцию под бренд Абхаз-продукт, Абхаз-экспорт, экспортировать его в нашу продукцию, то есть ее на территории Российской Федерации и в другие государства. К большому сожалению, этот проект желает как бы лучшего. Надо учитывать, что и на границе у нас большие проблемы. Почему объекты не функционируют в полной мере? Объекты не функционируют, почему? Потому что для того, чтобы объекты функционировали, им нужны длинные, дешевые кредитные деньги. Таких денег у нас нету для того, чтобы закупить у населения продукцию и так далее. Денег не хватает. Денег не хватает, как всегда. Нам нужны... Их можно реанимировать, как вы думаете? Их мы обязаны реанимировать, и поэтому будем искать средства для того, чтобы реанимировать. Спасибо большое. Мы завершаем нашу пресс-конференцию. Я напоминаю, у нас в гостях был исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Амиран Кокали. Спасибо вам, Амиран Георгиевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова